Все известные лица, все между собой, поэтому я, если позволите, буду так достаточно неформально рассказывать это всё. Что такое контроль температуры в ней реанимации? Это тоже одна из таких интересных тем, потому что в плане гипотермии основные акценты сделаны на спасение пациентов после остановки кровообращения. Но так как эффекты связаны не только с сохранением организма в целом, но и с головным мозгом, поэтому, конечно, в ней реанимации мы всё это используем. Контроль температуры на реанимации – это не только температурный контроль в отделении. Ну вот, позволил себе с такого слайда начать. Хотя это тоже имеет большое значение. Вот Сергей Сергеевич знает, что если множество пациентов находится в одном отсеке, если можно так сказать, как подводной лодке, да ещё куча аппаратуры, и эти пациенты ещё активно трудятся, то, конечно, температура повышается. И это всё может неблагоприятно сказываться на течении заболевания. Ну а контроль температуры мы расцениваем как один из методов, чтобы у пациентов не происходила вот такая ситуация. Видите, это больной с абарактинальным кровообращением, развивается практически полушарный отёк, ишемия головного мозга. Как раз контроль температуры может помочь предотвратить прогрессирование ишемических изменений, и чтобы ситуация развивалась вот по такому пути. Это пострадавшись с травмой. Оба пациента в коме, у обоих стоит датчик внутричерепного давления, что видно на картинке. Но, видите, справа на пятые сутки после травмы у пациента вполне сохранный головной мозг. Ну и, соответственно, прогноз исхода заболевания, клиника неврологического исхода совсем разный. Тоже один из примеров, для чего нужен контроль температурной реанимации, чтобы усилия, направленные не только на мониторинг состояния пациента, но и на лечение приводили вот к таким результатам. Потому что лечим мы всё-таки не картинки, не КТ, а спасаем пациента. Это больной с тяжёлой черепно-мозговой травмой, с выраженным отёком, дислокацией головного мозга, с неблагоприятным прогнозом, но, видите, он вполне сохранен и практически ногами выписался из института Склифосовского. Базовые вещи. Гипотермия. Все мы знаем, что это такое. Это, по сути, перехлаждение, состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования. Выделяют, видите, различные степени гипотермии. Но, по сути, гипотермия начинается с 36-36,5 градусов по Цельсию. Несколько тоже общих слайдов о том, что гипотермия на самом деле используется давно. Но, как говорится, не знаешь, кто что изобрёл, говорит Гиппократ. Гиппократ, да, на самом деле использовал уже охлаждение пациентов. Наиболее интересно в публикациях мировых этот метод назван как российский Russian method, ведь в связи с тем, что, видимо, у нас снега много. Правда, вопрос, как гипотермию проводили летом. Видимо, в подвалах что-то там сохранялось. Большое внимание гипотермии уделяли во время кампании, опять же, связанной с Россией. Это когда Наполеон пошёл на Москву. Но в основном проблемы были связаны с возвращением обратно. Барон Дель-Лерей как раз использовал гипотермию для того, чтобы сохранить жизнь пациентов. Пирогов тоже принял в этом участие. В тоже были определённое количество войн. И как раз там метод нашёл широкое применение. Но на самом деле широкое такое современное уже понятие гипотермии стали использовать где-то с 50-х годов прошлого века. Ну, а если конкретнее, то, наверное, даже с 80-х годов там произошёл определённый ренессанс, и гипотермию стали использовать всё чаще и чаще. Сейчас гипотермию применяют в различных разделах медицины. Это при лечении кардиохирургических пациентов, неонтологии, трансплантологии, больных с постаремиционной болезнью. Ну, вы видите, на хирургии, на рементологии вполне активно всё это применяется. Следует сразу же оговориться, что гипотермия у больных с внутричневым разлиянием вообще с повреждением мозга может быть разной. Выделяет так называемую профилактическую гипотермию. Она направлена в основном на предупреждение развития ишемии головного мозга. И терапевтическая гипотермия в основном ориентируется на коррекцию рефракторной внутричерепной гипертензии. Чуть подробнее о каждом из видов. Вообще физиологические эффекты гипотермии, если оценивать состояние головного мозга, связанное с изменениями его метаболизма. Есть данные, что снижая температуру на 1 градус по Цельсию, мы можем уменьшить метаболизм у пациента на 6-7%. Соответственно, можно пересчитать, насколько мы можем скомпенсировать нарушение доставки при различных уровнях потребления кислорода, но и других веществ. Видите, метаболизм головного мозга снижается, соответственно, потребление уменьшается, утилизация глюкозы тоже, меньше образуется лактата. Описаны эффекты по стабилизацию клеточной мембраны. В итоге это всё может приводить к редукции снижения мозгового кровотока за счёт того, что потребности снижаются. И это мы видим за счёт при снижении внутричепного давления. Но надо помнить о системных эффектах, которые могут нести как положительное, так и отрицательное влияние. К основным относят это уменьшение частоты сокращений сердца, повышение периферического сути сопротивления, минутный объём вентиляции уменьшается, соответственно, необходимо корректировать. Может отмечаться повышение ПАЖ. Видите, тоже есть расчётные показатели. Почечный кровоток снижается, повышается внутриклеточное содержание калия, что изначально приводит к гипокалемии, а затем, может быть, при согревании отмечаться и гиперкалемия. По содержанию глюкозы тоже могут быть колебания, чаще даже развивается гиперкликемия в связи с тем, что инсулин в плазме крови уменьшается. К аглопатии, возможно, за счёт нарушения функций тромбоцитов повышается риск кровотечения. Ну и что касается инфекционных осложнений, тоже это известный такой фактор, отмечается нейтропения, и, соответственно, риск инфекции существенно может возрастать. Выделяют основные, если медикаментозную гипотермию рассматривают, выделяют основные фазы. Первая – это индукция, когда необходимо достичь целевой температуры различными методами. Вторая, не менее важная фаза – это как раз поддержание стабильности температуры, чему сейчас уделяют большое внимание. Ну и третья фаза – это согревание пациентов, когда уже гипотермия не нужна, и, соответственно, чтобы не возникали неблагоприятные реакции, как раз нужно вернуть пациента к исходной нормальной температуре. Что касается непосредственно нейробольных с повреждённым мозгом, профилактическая гипотермия используется в основном в двух направлениях. Одно из них – это церебропротекция. При снижении температуры развивается такой вариант анабиоза, то есть снижается церебральный метаболизм. Опять же, по поводу стабилизации клеточной мембраны есть работы. За счёт этого снижается реперфузионное повреждение, особенно если развивается кислительный стресс. Но не меньшее значение имеет коррекция гипертермии, которая возникает достаточно часто. Иногда это называют гипертермией центрального, так называемого генеза, когда повреждаются среди индустриктуры мозга. Но и при развитии инфекции и других осложнений тоже может быть повышение температуры, в виде частота может достигать 91%. То есть каждый пациент может иметь такие проблемы. Ну и в третий случай без, казалось бы, явной причины, то есть сложно диагностировать развитие гипертермии. Но, тем не менее, её всё равно нужно корректировать. По поводу церебропротекции, вообще что происходит с мозгом, выделяет два основных процесса, независимо от того, какое заболевание или травма приводит к повреждению мозга. Это в виде ишемии и реперфузионные осложнения. По срокам они различаются, хотя на определённых этапах оба направления могут приводить к повреждению головного мозга. Ну и вот как раз те процессы, которые происходят в результате ишемии и реперфузионных проблем. И как раз здесь представлены точки, где может быть приложена гипотермия. Видите, она может помочь снижить, кстати, токсичность. Кстати, токсичность — это когда высвобождается большое количество так называемых возбуждающих аминокислот, аспартат, глутамат. Они приводят к нарушению работы активных каналов, ну и, соответственно, повреждению в итоге клетки. Видите, протеолитические энзимы активизируются, и, соответственно, при гипотермии всё это может уменьшаться. То же самое при… есть влияние на вот эти свободно-радикальные процессы. То есть точек приложения для гипотермии в плане сохранения головного мозга может быть достаточно много. Единственное, что работы, которые в основном представлены, они носят такой косвенный характер. И то есть сейчас проблема в том, что те точки, на которые мы ориентируемся при анализе эффективности гипотермии, они иногда не очень чувствительны, и поэтому какие-то процессы мы можем не наблюдать на практике, хотя положительный эффект гипотермии может возникать. Ну вот одна из работ, которые показали, что если у пациентов удавалось поддерживать температуру ниже, то есть, по сути, проводили гипотермию, то зона повреждения головного мозга была существенно меньше за счет того, что как раз соотношение доставки и потребление кислорода головным мозгом удавалось как-то выровнять за счет того, что снижение мозгового кровотока, для компенсации снижения мозгового кровотока. По поводу гипертермии, видите, различные существуют механизмы повышения температуры тела, в чем неблагоприятный фактор именно головной мозг, это происходит увеличение внутричепного объема крови, и кроме того, если это длительная и выраженная гипотермия, может приводить к нарушению отрегуляции мозгового кровотока в самой тяжелой ситуации, то есть все колебания артериального давления влияют на церебральную перфузию и оксигенацию. Есть работы, в которых показано, что стабилизировать температуру нужно как можно раньше, вот, например, у пострадавших с травмой и пациентов с инсультом, если температура в первые сутки после начала заболевания или травмы была высокая, это существенно влияло на прогноз исхода заболевания, соответственно, на это для стабилизации температуры надо прилагать большое количество усилий. Что касается пострадавшей с травмой, есть раздел в современных рекомендациях 2016 года, там как раз определенное внимание уделяется профилактической гипотермии. Идея была в том, что после травмы как можно раньше начать охлаждать пациента, стабилизировать его состояние, но, к сожалению, таких серьезных исследований по доказывающей эффективность гипотермии профилактической нет, поэтому очень аккуратно интерпретируют все полученные данные исследователи, ведь они, к сожалению, не могут рекомендовать профилактическую гипотермию для рутинного применения. В том числе указывают раннюю гипотермию через 2,5 часа после травмы, ну и продолжительностью более 2 суток. Хотя чуть позже об этом тоже буду скажу, но есть работа, которая как раз показывает, что сроки начала гипотермии и длительность проведения гипотермии могут оказывать положительное влияние на исходы заболеваний или травм у пациентов. Все ограничения, почему не рекомендуют применять гипотермию рутинно всем пациентам длительно, связаны с тем, что, к сожалению, гипотермия может нести огромное количество осложнений. Это и нарушение ритма сердца в результате нестабильности гемодинамики, то есть церебральное перфузионное давление может снижаться, даже если у пациента, например, развивается холодовая полиурея и, соответственно, гиповолемия. Электролит, нарушение изменений газообмена, гипотермия, конечно, характерно при неконтролируемой глубокой и длительной гипотермии. Сейчас концепция идет к тому, чтобы не надо охлаждать пациента значительно, самое главное достичь стабильной температуры, ввиду того, что эффективность гипотермии, вот эти положительные эффекты по мере снижения температуры не нарастают, нарастает лишь количество вот этих осложнений. По поводу терапевтической гипотермии, ну, это коррекция внутричневной гипертензии, частый такой синдром, который существенно осложняет течение заболевания или травмы. Эффект гипотермии достаточно прост, с одной стороны, то есть по мере снижения температуры опять же снижается серебральный метаболизм, все это приводит к тому, что потребности головного мозга снижаются, соответственно, кровоток тоже уменьшается, создаются резервные пространства в полости черепа, ну, и это может приводить к какой-то мере снижения внутричерепного давления. Вообще, даже простая коррекция температуры, вот этот слайд, который мы не устаем демонстрировать, простая коррекция температуры без применения агрессивных методов коррекции может приводить к стабилизации внутричерепного давления. Ну, конечно, условием является охранность цереброспинальной комплансии, но все же, видите, за счет устранения гипертермии удалось достичь нормального внутричерепного давления, ну, по крайней мере, скорректировать внутричерепную гипертензию. Хотя гипотермия, она входит в так называемый рекомендательный пошаговый алгоритм по коррекции внутричерепной гипертензии, но, видите, насколько высоко от первых шагов ступеней находится гипотермия ввиду того, что, опять же, возможно, большое количество осложнений. Что касается в целом, как мы снижаем внутричерепное давление у пациентов за счет гипотермии, опять же, очень важно соблюдать несколько условий на различных этапах. Во время индукции доказано, что эффективность гипотермии в плане даже снижения точного давления достигается за счет быстрого охлаждения. То есть нужно достичь быстро нужной температуры. Чаще всего в литературе фигурируют цифры 33, иногда 32 градуса до 35-36. Рекомендуемое время охлаждения это час, что бывает очень сложно, потому что пациент может исходно хититься в гипотермии. И чтобы снизить до 33 градусов по Цельсию температуру тела, нужно прилагать большое количество усилий. Быстрая индукция, кроме того, снижает риск и последствия возможных краткосрочных побочных эффектов, таких как дрожь, нарушение обмена веществ. Ну и, соответственно, все это надо сделать быстро. Самый важный этап, наверное, и самый сложный, это поддерживать целевую температуру тела. Рекомендуется, чтобы колебания температуры не достигали больше 0,2-0,5 градусов по Цельсию. Ну, это можно сравнить, когда вот лодка течет по течению идет, и, соответственно, если мы будем перемещать температуру меньше в больше, то это может приводить к дестабилизации состояния пациента. На этой стадии очень важен контроль за состоянием пациента, то есть контроль безопасности. Для этого используют и инвазивный мониторинг гемодинамики, и оценка кислотного основного состояния крови, водно-электролитный баланс, то есть то, чем занимаются ренематологи рутинно. Единственное, что безопасность пациента будет выше, если в отделении будет применяться определенный протокол, то есть по времени, по каким-то контрольным точкам врач будет знать, что нужно взять какой-то анализ, оценить гемодинамику и так далее. Если у пациента стабилизировалось состояние, например, внутречипное давление, то, конечно, по-хорошему его нужно вернуть в нормальную температуру. Это этап согревания. Тоже немаловажный момент – это скорость согревания. Здесь обратная ситуация, согревать нужно медленно, для того, чтобы не было структурного повреждения клеток, видите, 0,2-0,3 градуса в час, то есть 1 градус за 4-5 часов нужно согреть пациента. Все это не так просто. Какие методы охлаждения доступны? Ну, самые простые, те, которые используются уже годами, десятилетиями, это внутривенное введение холодных растворов, промывание желудка холодными растворами, пакеты укладывают различные области тела в проекции магистральных сосудов, накрывание пациента мокрыми простояниями, обдувание вентилятором, хотя это, наверное, приводит к тому, что все микробы улетают в окружающее пространство. Ну и аппаратная гипотермия сейчас является таким гарантом качества, гарантом безопасности пациента, ввиду того, что самое главное, эта аппаратная гипотермия позволяет осуществлять обратную связь, то есть контролировать состояние больного, а не оценивать все это по каким-то внешним критериям. Но к аппаратной гипотермии относят два основных метода, это внутрисосудистое охлаждение и в том числе внешнее охлаждение. Разные есть приборы, которые позволяют все это осуществлять, но, например, внутрисосудистое охлаждение по нашему опыту было не очень эффективно, потому что мы, сколько ни используют эти катетеры, которые устанавливаются в центральную вену, температуру пациента снизить ниже 36 у нас не получилось. Как оказалось, потом у нас были достаточно такие катетеры малые, короткие, которые не то что для детей, максимум для подростков могли использоваться, и, соответственно, площадь охлаждения была недостаточна. К основным таким вот, ну не то что ограничениям, но даже недостаткам метода относят то, что метод инвазивный, необходима катетеризация центральной вены, то есть это не та процедура, когда у пациента повысилась температура, и мы, то есть даже медсестра может все это наладить и уже начать какое-то охлаждение. Нужен обязательно врач, нужна катетеризация центральной вены. Возможно, специфические осложнения, так называемые катетер ассоцированной инфекции, кровотечения, тромбоз сосуда, ну и затраты, сейчас все считают стоимость, конечно, выше при использовании таких методов. Поэтому, например, вот у нас рабочей такой лошадкой являются методы внешнего охлаждения, которые, особенно если это многоразовые матрасы, они позволяют рутинно всех пациентов охлаждать. Ну вот один из приборов, блокитролл, прибор позволяет включить три элемента, и, соответственно, мы можем сверху, снизу положить одеяло, матрасы, даже одеть пациенту шлем для того, чтобы быстрее достичь целевой температуры. Но, например, если это не удается, то мы, конечно, комбинируем с обычными стандартными методами охлаждения все это. Есть другие методики, так называемые адгезивные, достаточно тоже они широко известны, но, на самом деле, метод более эффективен за счет того, что более плотный контакт охлаждающих элементов с телом пациента. Ну, вот так это выглядит у нас на практике, ведь пациент лихорадил до 41, 41,5 градуса по Цельсию на фоне септического состояния, и только лишь при помощи таких методик адгезивных нам удалось его охладить. Опять же, повторюсь, контроль температуры очень важен, здесь он осуществляется, и, соответственно, аппарат сам подбирает температуру охлаждающих элементов для того, чтобы поддерживать нормальную температуру тела организма. Но в данном случае температурный датчик был расположен в мочевом пузыре, то есть через виртуальный катетер. Можно настроить различные схемы по охлаждению, что очень важно, можно контролировать скорость охлаждения, не просто задавая целевую температуру, а вот именно насколько быстро будет охлаждаться тело пациента для достижения более эффективного охлаждения. Определённая идея есть по применению крайне церебральной гипотермии. Суть в том, что охлаждая только целевой орган головной мозг, можно постараться снизить, не приводить, не достигать вот этих всех осложнений системных. Ну, вот так это выглядело раньше, видите, правда, тут и тело всё обложено пакетами со льдом. Сейчас различные методы предлагаются, и шлемы, и специальные вот, видите, через нос охлаждающие элементы устанавливаются, но на самом деле по нашему тоже опыту использовать такие системы не получилось. У нас крайняя церебральная гипотермия достичь, то есть охлаждался весь организм в целом. Мы видели снижение температуры тела. Ну, вот один из вариантов, видите, тоже применение крайней церебральной гипотермии, при том иногда есть возможность подключить, измерять температуру головного мозга, то есть охлаждать не по температуре в подмышленной впадине, ну, и в крайнем случае по центральной температуре, а именно по целевому органу, именно головному мозгу. Есть работы, в которых как раз сравнивали локальную вот эту церебральную гипотермию с системными эффектами, и, к сожалению, локальная гипотермия, она охлаждает, притом значительно охлаждает только поверхностные участки головы, и, соответственно, глубина проникновения и снижения температуры очень невысока по сравнению, все-таки, наверное, имеет смысл применять на данный момент времени эту системную гипотермию. Конечно, каждый метод имеет свои преимущества, есть более простые методики, но, конечно, эффективность их тоже достаточно низкая. Опять же, все упирается в стоимость, но это как жизнь человека, к сожалению или к счастью, оценить ее никак невозможно, и для достижения эффекта, конечно, надо использовать все возможные наиболее эффективные методы. Одно из исследований, которое достаточно широко цитируется, это гипотермия упостодавшей с травмой. В 2015 году оно было завершено и в Ротерм, где как раз пациенты были обследованы с повреждением головного мозга в результате дорожно-транспортного происшествия, в результате падения с высоты. В чем суть данного исследования? Идея была в том оценить, насколько гипотермия в таком монорежиме может спасти больного. И в плане результатов увидели, конечно, высокую эффективность, ВЧД снижалось, церебральное перфузионное давление повышалось, но, к сожалению, по исходам заболевания у пациентов отметили, там средняя строчка, то, что пациенты к тем, кому проводили гипотермию, они, к сожалению, имели плохой прогноз. Поэтому даже авторы пришли к выводу, что терапевтическая гипотермия для рутинного применения не может быть использована, и это вошло в гайдлайн по травме 2016 года. То есть, по идее, тема должна быть закрыта, однако, на самом деле, много есть вопросов, в том числе, к этому исследованию. Видите, время начала процедуры гипотермии было в основном у пострадавших более 12 часов. То есть, возможно, время было упущено, определенные процессы запущены, и, соответственно, эффективность процедуры была низкая. Есть работы, как раз в которых показано, что развитие ишемии и вообще повреждение головного мозга выделяют несколько ступеней, стадий. Ранняя фаза как раз, видите, до 4 часов протекает, когда, может быть, надо начинать уже профилактическую гипотермию, но, опять же, не у всех пациентов необходим подбор больных. И помнить о том, что отдаленное нарушение перфузии тоже достаточно жизнеугрожающее, соответственно, нужно определяться со сроками применения гипотермии. Тот слайд, который я уже говорил, видите, одна из работ показала, что по мере снижения температуры нарастало количество осложнений, ну и таким критической точкой определили цифру в 34 градуса по Цельсию. Современная концепция как раз ведет к тому, что не надо применять гипотермию, может быть, надо использовать все эти приборы для того, чтобы поддерживать нормальную температуру тела, 36 градусов по Цельсию, потому что эффективность, положительные эффекты процедуры гипотермии, нормотермии, если можно так сказать, остаются прежними по сравнению с пациентами, которых охлаждали. Самое главное, это даже не температура целевая, насколько она будет ниже 36, а вот как раз стабильность температуры, чтобы не было существенных колебаний, для этого как раз применяется аппарат на гипотермии. Но есть авторы, исследователи, даже практически врачи, которые говорят, что вообще применение гипотермии, нормотермии до 36 градусов по Цельсию, это на самом деле очень сложно, ведь в данном учреждении это все привело к росту колебаний температуры тела, к увеличению частоты лихорадки, тенденции к улучшению исходов заболевания, то есть они даже пришли к выводу, что терапевтическая гипотермия – это нелегкая работа, но, мне кажется, здесь такая академическая ошибка в том, что не достигали стабильности температуры, просто перестали значительно охлаждать пациентов. Конечно, это все неправильно. Что касается в целом гипотермии, есть еще рекомендации по проведению по целевой температуре и контролю температуры тела, которая опубликована 16 октября 2017 года, видимо, не случайно, и там как раз сформулированы наиболее такие четкие рекомендации, те, которые на данный момент доказаны. Это рекомендуется более длительной гипотермией, постаравшись с травмой, не рекомендуется длительность больше 72 часов, хотя это тоже дискутабельно, и глубокая гипотермия меньше 32 градусов по Цельсию. Авторы пришли к выводу, что они не могут рекомендовать какие-либо конкретные сроки начала терапевтической гипотермии, ввиду того, что имеется малодоказательная база. Хотя, если проанализировать мощность работы, то можно увидеть, что надо начинать как можно раньше. Рекомендуется контролируемая норма термия, различные сервер-режимы под контролем ядерной температуры, воздушное охлаждение меньше эффективно, и в настоящее время четко рекомендовано это внутрисосудистые, а даже лучшие адгезивные методы охлаждения, потому что они более эффективны. Конечно, важна профилактика осложнений, например, мышечной дрожи, фармакологическими методами, контроль коглопатии, коррекция нутритивной поддержки с учетом изменения метаболизма, то есть не надо давать пациенту большое количество белка и калорий, когда температура тела у него ниже 35 градусов по Цельсию, стандартный контроль инфекционных осложнений, коррекция применения лекарств с учетом изменения фармакогенетики сывороточного задержания при гипотермии, ну и тщательный мониторинг, залог успеха и эффективности. Это вот такой итоговый слайд, который достаточно может быть прост, хотя в нем заключены основные концепции по применению гипотермии у пациентов с повреждением мозга. Ведь это обязательный компонент лечения больных после остановки сердца, это точки приложения коррекции ночной гипертензии, церебропротекции, устранения гипертермии, лучше, если это будет норма термия с быстрым охлаждением и медленным согреванием, ну и профилактика осложнений гипотермии, поддержание нормы термии и контроль целевой температуры, тогда осложнений будет меньше. Применение современной аппаратуры позволяет быстро и эффективно. Ну и последний слайд. Всё-таки, что в данный момент времени ограничивает эффективность гипотермии? Все согласны с тем, что применение гипотермии рутинно, каждому пациенту, конечно, это неправильно, нужно обязательно подбирать пациентов, которым, скорее всего, гипотермия принесёт благо. Сейчас, к сожалению, достаточно часто, поздно начинают гипотермию, эффективность гипотермии повышается при более ранних сроках начала охлаждения, короткий период применения гипотермии, то есть там сутки максимум охладели пациента, достигли, как ожидалось бы, положительных эффектов, но продлённо, в мере, на гипотермии, лучше норм термии, может существенно улучшить исходы заболеваний или травмы. Зачастую применяются низкие температуры, то есть перехлаждение пациентов, описаны ошибки исследователей при анализе, то есть иногда нет протокола с чёткого исследования, нет выборки пациентов всех подряд в одну кучу, ну и чувствительных методов анализа заслуживает тоже лучшего. И какие перспективы? Если проанализировать литературу, сейчас задумываются о том, что оценивать гипотермию, вообще эффективность не по внешним каким-то таким грубым критериям, а именно по клеточным и по биохимическим эффектам гипотермии. Вопрос по применению крайне церебральной гипотермии остаётся открытым, ввиду того, что существующие методы, они тоже достаточно грубые, может быть, создано что-то новое. Задаются вопросом тоже о методах фармакологической гипотермии. Сейчас таких препаратов по сути нет, но иногда тоже, может быть, это неврологи чаще, они предлагают комбинировать охлаждение и препаратов так называемых нейропротекторов. Самое главное, наверное, что является недостатком современных исследований, это подбор пациентов. То есть, необходимы критерии чёткие для пациентов, для которых будет эффективна гипотермия, но для этого, соответственно, нужны новые исследования. Ну, а самое интересное, это всё-таки сейчас есть тенденция к повторному анализу результатов. Вот, например, одни из авторов, видите, готовились в симпозиум 21 апреля, повторно проанализировали, провели метаанализы по применению гипотермии и увидели, что высокометодологическая и статистическая гетерогенность между исследованиями может лежать как раз в основе противоречивых результатов полученных в предыдущих исследованиях, потому что они взяли современные критерии и получили всё-таки положительный эффект гипотермии на исходы заболевания пациентов. Спасибо.